Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, всем привет! Сегодня я вам расскажу о таком девайсе, как подводный ручной металлодетектор. В данном случае у нас Nocta Pulse Dive и он на сегодня является лучшим с таких вариантов прибора для поиска под водой. И не только. Почему? Рассказываю. Самое главное, что этот прибор самый стабильный и он работает в самой тяжелой соленой почве на море или даже в Тихом океане. Второе. Это не просто ручной металлодетектор для подводного поиска, который вы возьмете с собой на море, но это и пинпоинтер. Трансформер. Эта катушка снимается. Ставим носик и у вас пинпоинтер обычный, который используют кладоискатели при поиске монет. То есть трансформер. Это огромный плюс. Дальше побежали. Эта катушка самая большая. Есть вариант меньше катушки. Можно поставить. Но у меня в приоритете катушка побольше. Почему? Если взять меньше катушку, она более чувствительна к мелочи. Если взять приборы аналоги, они есть высокочастотные, они еще более чувствительны к мелочи. Но реалии копа говорят о другом. Даже на море. Что супер мелкую ювелирку там на несколько грамм даже, я молчу про полграмма, тяжело взять обычным высокочастотным прибором, там супер маленькой катушкой. Вот. И аналогично и такими же приборами плана, как вот пульс дайв. Приборы, если этот не видит, когда мы приставили к самой катушке эту цель, то тот прибор, который высокочастотный, надо тереть, он будет видеть. Или там подводить на 3-4 миллиметра, будет сигнал. Но этих 3-4 миллиметра вам мало для того, чтобы с прохода взять цель. Поэтому я рекомендую, если есть возможность, брать с большой катушкой вот такой пульс дайв. При этом вы получите стабильный прибор, а не тот с высокочастотной, который и не работает на морской почве. И в любом случае больше захват, больше находок. И самое главное, вы посоветуйте среди своих друзей, кладоискателей, кто занимается подводным поинском, Что они находят на море? Это не звено цепочки или два звена цепочки мелкой, которая там меньше 0,5 грамма. Они ищут среднего размера ювелирку. И на это надо и ориентироваться, если хотите что-то найти. Ну и плюс, представьте себе, что вам повезло, вы нашли песчинку сверху в песочке золота. Ну что вам с ней делать? Это вы пока дойдете, ее потеряете, еще надо таких найти 100, чтобы как-то это было материально в плюс. Поехали. Что касается среднего размера в ювелирке, что я имею в виду? Ну вот, к примеру, вот такое женское колечко. Это средняя ювелирка. И также обычными приборами такие цели легко зацепить. Глубина где-то 12 сантиметров расстояние у нас. Дальше, что касается вот таких браслетов утерянных, это все легко. Довольно даже далеко. Дальше, что касается обручального колечка. Ну это сантиметров, не знаю, 15-18. Возьмем 15. И монеты, конечно же. Но дальше проблема с центром. Как ее найти? Довольно просто. Берем, ставим вот так прибор и подходим. В центре дает сигнал. Думаю, понятно. Дальше. Есть мой тест, где я показывал на слете, что мы просто множество приборов перепробовали, пимпоинтеров, на чувствительность монетку на ребре. И самое интересное, что никто не хотел видеть мелкую монетку на ребре, серебряную, вроде средневековья. А этот прибор на ребре видит очень четко, но боком катушки. То есть вот это плюс. Видите, да? Если я поставлю прибор и буду вот так водить, ну, это более крупная цель, но даже впритыкать. Теперь смотрите со стороны. Какое расстояние. Теперь отсюда смотрите. Почти как касаюсь. То есть, ну вот такой интересный ход при поиске мелких вещей. Это очень-очень круто. Дальше смотрите. Вот у нас есть мелкая серьга, которую тяжело очень увидеть прибором. А этот вообще ее не видит. А вот другой прибор, когда будете тереть, будет чуть-чуть попиликивать. Но зато он будет нестабильным. Поэтому в любом случае ориентироваться на такое. Насколько мелкие предметы видят? Но я вот здесь цепочку взял. Она очень мелкая. Эта камера сработала. То есть не путаем. Вот. Ну не видит эту цепочку. Я трогаю. Она очень мелкая. Ее даже трудно, наверное, сфокусировать на ней. Так же боком. То есть нету никакой реакции. Не видит. Ну вот есть такое вот дутое сердечко. Ну это сердечко с прохода попробуем зацепить. Ну, возможно, ну сантиметра 3-4 максимально видит. Но видит все-таки. Но этот сигнал, так скажем, не спорный. Такое я бы уже копал. Потому что песочки вдавливаете, вы зацепили. Но то, что видит меньше полсантиметра, не стоит вообще с этим заморачиваться, искать. Плюс у вас огромная проблема будут пробки. Пивные пробки просто замучаетесь копать. Плюс вот такие без козырки, видите, да? От пивных банок, язычки. Дальше сигаретная фольга. Да просто чудо! В приборе 3 кГц, и оно этого не видит. Вот это прекрасно. Это уже на процентов там 10-20 меньше копать разного мусора. Видите, оно не видит. Это видит, это не видит. Это огромный плюс. То есть, что вот такое дело, я даже 2 куска взял специально. Не видит абсолютно. Это очень круто. Ну, если взять пивную банку, то скажу так, кусочек здесь, ну, сантиметров 30 видит. Что касается максимальной глубины этого прибора, то на самый крупный объект, который у меня был, глубина была 1 метр. То есть, это очень круто. Вот, дальше. Вот. Под чипсов, сухариков. Конфет. Таких куча вещей есть. И нам вот отлично, что вот этот прибор на это не реагирует. Это огромный плюс. Дальше. Что касается обычного копа по суше. Вот этим прибором иногда лучше пользоваться. Выкопали ямку, засунули стенку, прозвонили. Часто используется в нас шурф ямы, когда раскопано найти какую-то цель. И вот эта штука самая удобная, что прозвание от стенки. Есть такие ситуации, в сложных грунтах выкапываем ямку, прибор фонит на ямку, или даже там вода. То эту палочку туда опустили, он всегда стабильный. И прозвонили. Дальше. Это обновленная версия пинпойнтера с новой прошивкой, в том числе из Куба Дайва. Пинпойнтер, который был предыдущей версией прошивки. Чуть-чуть была другая форма, вот здесь заметно. И он на максимальной чувствительности фонил. Чувствительность убавили такую, на которой он работает. И это очень круто. Дальше. Не забывайте, если вы выйдете приборами какими-то высокочастотными, другого плана, который я знаю, перетестировал, чтобы вам их стабилизировать, даже на болоте, в пресной воде, надо убавлять чувствительность. Когда убавите чувствительность, то этот будет работать на максимуме и дальше видеть цели, чем тот высокочастотный видел эту цель. Так что, тесты по воздуху, это все в топку. И вот такой вам совет. Если есть возможность, берите такую штуку, езжайте на море, копайте своих 300 евро, приезжайте назад, и сразу будет окупаемость данного девайса. Удачи вам и здоровья. С вами был Барсук, на канале Фортура.